всем привет всем здравствуйте сегодня у нас прямой эфир со мной с катей мирошниченко и у нас сегодня с вами снова дизайн дизайны подготовила яркие хотя при этом стилистика брендового маникюра и просто такой классический романтичный цветочно-растительный вариант сейчас я покажу поближе что это у нас хотя изначально тема должна была быть такая более блестящая вот хотя она тоже нарядная получилось зацените что я для вас приготовила сегодня вот таких три дизайна я думаю что на примере уже трех типс понятно что можно было бы сделать на остальных ногтях до чтобы сэкономить время и при этом чтобы дизайн был все-таки не на 2 3 она всех 10 что тренд на все ногти покрытие декоративно это факт он присутствует и так чем будем работать сегодня работаю всего лишь тремя оттенками молочный сиреневый и голубой конечно если мы рассматриваем яркие оттенки этого лета это коллекция дёртов пассаж она в отличие от прошлой коллекции которая была в том году в двадцать третьем яркая то что в том году помните у нас выходила такая нежная светлая такая вот прям заблёренная белым коллекция то это сочная выроде глаз коллекция здесь есть чистые оттенки классические это лаймовый цвет вот такой зеленый желтый это прямо откровенные яркие цвета есть более пастельные розовый персиковый голубой и сиреневый есть блестящий вот как раз мы сегодня с вами работаем двумя голубым и сиреневым причем мне очень понравилось когда встал вопрос думаю так буду делать через брендовый маникюр вот и я вам предлагаю сегодня сделать такое сочетание так напомню кстати что в коллекции в подарок идут такие классные стикеры которые вы можете приклеить там например на заднюю часть телефона на лэптоп на там планшет компьютер глянт глянцевую яркую поверхность вот я вам предлагаю сейчас посмотреть как например тема брендового маникюра может быть через такие яркие няшечные я бы сказала сочетания поэтому к лаванде я беру ярко-зеленый прям салатовый а голубому я беру яркий цвет розового понятно что такое брендовый маникюр брендовый маникюр это какой-то паттерн который мы располагаем либо на все ногти либо кусочками в сочетании с какими-то там ремешками эмблемками фурнитурой если возьмем там классическое расположение паттерна как он может быть сейчас я нарисую чуть-чуть вот например четыре пальчика возьмем как правило паттерн располагают на указательном например зона свободного края средний палец например верху тоже напополам например средний безымянный и мизинец например по вертикали половинка либо одна треть либо вот как у здесь вот одна треть по вертикали до паттерн может сделан быть при помощи декорации до слайдеров при помощи пленок цветных сейчас пленки то популярно и стемпинг вот и дальше там уже какие-то ремешки отбивки полосочки добавляются да какие-то фурнитурные элементы что-то вот что как раз придает теме брендового маникюра и мы через вот этот вид композиции как раз сейчас сделаем только немножко нестандартный цвет обычно конечно брендовый маникюр когда делают да это такая тема логомании это серый черный белый бежевый коричневый да вот а я вам предлагаю рассмотреть вот такие яркие сочетания для паттернов самое распространенное это что это конечно гусиная лапка гусиная лапка она может участвовать в любом брендовом маникюре и это точно подчеркнет что мы пытаемся сымить сымитировать элемент одежды с фурнитурой да это клетка тоже имеет место быть это прям конкретные там элементу например это аля диор это аля шанель это аля луи виттон диор луи виттон гуччи версейс понимаете можно сочетать не только когда мы берем черно-белый вариант чаще всего мы это видим встречаем а взять вот такую например летнюю основу рисунок яркие неоновые почему бы и нет так давайте начнем с голубого варианта я предлагаю взять эти вот такую вот клеточку гусиную лапку вернее только крупного размера в каталоге скажу какой-то номер у нас я сейчас буду работать номер пять бренды вот а есть еще номер три паттерны здесь кстати тоже есть много аля брендовый маникюр видите вот тоже гусиная лапка то чуть-чуть покрупнее вот такая клеточка вот это вот все может быть брендовым маникюром тоже здесь такой аля гуччи это эти паттернов на самом деле пластина у нас очень много где это все передается брендовый маникюр вот но мы с вами возьмем стандартная гусиная лапка и клетка и поехали первый ноготок мы с вами сделаем голубой голубой второй ноготок можно параллельно начать делать здравствуйте девочки здравствуйте у меня должна была работать вот этой новой коллекции которая работала во вторник вот но решила сегодня яркой сочной работать так и вторую нас сочный лавандовый оттенок очень вкусненький и так как у меня и там и там будут из декорации использованы именно шермиконы такие они больше как фурнитура такая бижутерия я создам сейчас поверхность глянцев без остаточной липкости при помощи текласа это заодно мне пригодится как для отпечатывания стемпинга так и для шермиконов для приклеивания поэтому одним слоем мы убьем сразу двух зайцев то что обычно конечно многие экономят материал слой до ногти чтоб тоньше получились и просто на цветной гель-лак пересушивают либо снимают липкий слой отпечатывают паттерн я конечно не люблю работать все равно люблю работать без остаточной липкости либо уж прям по сухой дисперсии поэтому сучим хорошо две минуты потому что мне нужно еще шермиконы будет клеить шермиконы чтоб хорошо отпечатались нужно прям чтоб пересох этот теклас первый вариант мы сделаем с розовым давайте перемешаем обязательно ой господи лак надо всегда перемешивать вы знаете когда повторно начинать показывать одно и то же что я же только что это показала в инстаграм и теперь дублируем чтобы эфир был живой для вас штампик не почистила так ну давайте половинку сделаем отпечатали хотя можно было наверно сверху чтобы не композиция была так переделаем давайте сверху это не будет смотреться я потом фоточку красивую сделаю отнесу в магазин девочкам продавцам приклеиваем брамочку чтобы у них образцы были так еще раз попуточка двухсторонний скотч очень помогает так и как я и сказала мы сделаем сверху да у меня как раз сейчас вариант видите здесь есть снизу справа слева и будет сверху вариант для полноты композиция скажите пожалуйста гамма бейс будет только белая или много цветов в чем ее преимущество на следующей неделе буду презентовать вам еще оттенки гамма бейс вышли сейчас Юля а принеси мне гамма бейс все выкраски или они у меня нет у меня нету сейчас я вам покажу все оттенки так пока мне несут значит предлагаю вспомнить про этот роскошный шикарный шаромикон смотрите это прям вот готовые вам ювелирные украшения готовая такая бижутерия которая будет на ногтях смотреться как вот купленные отдельные декорации которые сейчас очень любят азиаты сажать просто на гель но это как правило очень сильно все торчит ну да я покажу смотрите вот эти оттенки пастельные они частично вышли тут парочки еще нету вот и на следующей неделе выходят еще вот эти яркие оттенки уже вышли уже вышли но работать я не буду только на следующей неделе как раз мы с юля будем делать на живых руках модели будем наносить вот эти у нас вышли но мы там немножко два цвета сейчас приостановили но они скоро все будут и вот эти все цвета пять шесть семь восемь девять ну дай покажу людям дай сюда выкраску вот а в июле ожидаются еще вот такие светлые вот уже 14 новых новых 14 оттенков да чё ты получишь все нормально так короче мой любимый шармикончик хочу вам напомнить что он красив тем что он переливается перламутром и бензином вот этот бензиновый красивый эффект это floral арт номер сто пятьдесят четыре вот обязательно посмотрите у дистрибьюторов у кого есть на остатках я уверена на эми шоп он сто процентов есть я прям проверяла специально перед эфиром чтобы на эми шоп он был вот на валберисе я тоже думаю что он будет на остатках очень красивый поэтому кто любит вот такую ювелирку на ногтях делать да не просто роспися чтобы это были такие ювелирные украшения этот шармикон для этого идеально подходит и так как у нас уже нет здесь липкости мы с вами прям приклеиваем на ту поверхность которая есть они здесь кстати есть заполненные есть не заполненные можно вот так вот бачочек сделать да чтобы он просто сбоку был этот цветок и здесь есть видите вот такой цветок ювелирный и есть цветочек как ванклиф так ножницы господи ножницы куда делись ах нашла ах нашла ах так и я еще любитель обязательно брендовому маникюру какие-нибудь надписи добавлять не могу я без этого это очень хорошо дополняет компонент композицию так это новый шармикон он у меня не знаю какой уже по счету я расходую 10 какие бы дизайны я не делала за последние два месяца у меня постоянно этот шармикончик идет прям вот отлично здесь если посмотрите как я добавляла видите разные с этого же шармикон набрала компоновки вертикальные вот основных и делала да здесь вот дела по горизонтали все перекрываете финишем в чем преимущество в чем преимущество гамма бейс нет просто две новые формы формулы вышли в гамма бейс там поэтому когда покупаете но они практически похожи просто одни оттенки чуть чуть больше в сторону хард другие оттенки будут стороны чуть больше вот каучука вот две новые формулы вот поэтому они все будут выходить сейчас под приставкой гамма бейс вот и вы будете понимать что это две новые формулы базы вот обязательно всем рекомендую попробовать оттенки которые вышли на этой неделе вот с 5 по 10 по 10 это такой более такой вариант хард базы чем-то похожа на эйс бейс вот чем-то вот но не то все равно считаю что еще более универсальная формула консистенция кайфовая даже вот для начинающих мастеров вот а с 1 по 4 гамма это больше такой знаете вариант каучука вот но тоже в любом случае очень сильно отличается от текущих наших формул мы эти формулы разрабатывали последние два года вот и сейчас финально мы все цветное будем колеровать на основе вот этих двух формул вот сейчас вышло 10 оттенков скоро ожидаются еще четыре оттенка ну я знаю что вы жаловались много вот особенно последние два года что практически не выпускаем оттенки цветных баз вот это было связано с тем что разрабатывали основу чтобы уже потом колеровать все так для объема смотрите для объема джемте гель клер обожаю этот продукт у нас очень многие мастера любят его кто конкурсами занимается это объемный гель без остаточной липкости он офигенно комфортный вот он в меру жидкий в меру густой в том числе очень круто подходит для например дополнительных каких-то эффектов как например вот здесь по шармикончику пройтись где-то понятно такими густыми консистенциями нужно уметь работать здесь нужно очень много уметь крутить гель особенно там где его нужно на маленькое пространство положить в виде стразика да ведь практически дотронулась покрутила и получается красивая пуговка вот я стараюсь находящиеся друг с другом элементы не делать чтобы вдруг не дай бог рука дернется подтечет поэтому я обычно видите противоположные стороны сделала а потом уже могу спокойненько вот здесь вот близко друг другу находящиеся элементы по заполнять то работа получается пьем ювелирная аккуратная и можно добавить какой-нибудь небольшой стразик виде украшения для стразиков очень люблю использовать либо скульпт медиум либо скульпт макси у них офигенная адгезия как для ногтей но это наверное самые популярные наши базы уже сколько лет неизменные такие топ продукты вот и на них здорово сажать стразики если нужно смотрите у нас готова ювелирное такое украшение все слушаем сейчас делаем с вами примерно то же самое но только уже в матовом исполнении сейчас я вам покажу что у нас получилось с вами смотрите фотографируйте композицию понятно что на остальных ногтях можно сделать например только гусиную лапку от кутикулы до свободного края просто тупо отпечатать и все да например вот на каких-то ногтях просто ширины кончик слова наклеить и пусть там будет пусто вот какие-то мелочи подобавлять чтобы в общей сложности дизайн был на все 10 пальцев потому что сейчас тренд если делать дизайн то круто смотрится на все 10 немножко перегружена но это очень вкусно смотрится так сейчас мы с вами делаем вот такую компоновку и компоновка та же самая только смотрите цветовая гамма элементы матовость и в качестве фурнитуры здесь насекомые идут да вот такие украшения и уже по-другому воспринимается так как мы здесь делаем клетку клетку рекомендую делать сначала с подложками в один слой клетка не всегда хорошо смотрится вот классно когда сначала чем-то темным прошлись а потом посветлее продублировали поэтому как правило это берется черный сначала тоже напополам это же сделаем вариант компоновки сверху и то же самое делаем салатовым единственное обычно лаком делают перекатывающим движением вот здесь когда вы клетку какие-то квадратики что-то такое симметрично отпечатываете к сожалению перекатом бывает криво поэтому здесь я рекомендую четко держать перпендикулярно и отпечатывать перпендикулярно так сейчас я испачкалась и теперь берем смотрите из новой коллекции 15 цвет салатовый так что не запомнила как надо снять постараюсь сейчас попасть ну почти здесь чуть-чуть скачет сила сбоку еще знаете как могу делать я беру и так иногда и прохожу могу допечатать эта клетка она такая шершавая какая-то такая вот типа смешанная с твидом позволяет где-то вот какие-то доработки прям щеток сверху допечатать и вообще незаметно видите когда один над другой даже вот я сейчас рисунок в рисунок не попала и все равно классно смотрится нужно было запомнить внимательно какую половинку я отпечатала и здесь мы также на безостаточную липкость липкость возьмем два шермикона возьмем во первых такие отбивочные ленты специально делали для брендового маникюра вот поэтому кто не в курсе имейте ввиду они у нас все-таки вышли в исполнении тоньше также с текстом потому что многие прям я помню прям долго просили вот теперь они есть базовом ассортименте имейте ввиду называются они о ла ла сейчас номер скажу какое-то вот они кайфовые для бель для отбивки как раз брендового маникюра когда нужно какой-то паттерн разграничить тщательно так предлагаю сделать такое сочетание когда паттерн с паттерном и вот клетки очень хорошо идет паттерн горошек не прогадайте кстати даже в одежде кто любители соединять разные орнаменты на себе так вот горох с клеткой это прям четко сочетается в ногтях то же самое я решила гель-лаком делать горошек знаете почему потому что гель-лак он не так выпукло ляжет не даст такой сильно объемный рисунок чтобы после финиша более-менее выровнять поверхность так суши сейчас еще раз напоминаю номер 244 он очень классно не тоненький элегантный текст мелкий для отбивочек конечно если покупать их лучше сразу покупать штук пять чтоб лежали про запас потому что вы знаете не все держится постоянно в ассортименте что-то на один раз что-то например закупили по продавали года два и вывели из ассортимента поэтому я всегда напоминаю если что-то видеть из шермиконов что ну реально там хоть десять лет вы будете работать там какие-то вот эти вот полосочки квадратики да они всегда будут нужны их нужно закупать сразу пачками большое количество срок годности у них там не ограничен самое главное что у вас пакетиках эти шермикончики хранились не не вот так голые без пакетика а вот в том пакетике в котором они продаются и тогда они хорошо себя сохраняют кстати классный шармикон тоже а-ля шанель для брендового маникюра тоже кайфово так и второй шармикончик предлагаю взять очень классные насекомые я специально проверила что их когда взятка думаю сейчас возьму сделаю и вдруг наличие я проверила они есть везде в наличии и вот поэтому это у дистрибьюторов я не знаю потому что это старая коллекция в базовом ассортименте она находится вот номер 135 насекомые но на эми шоп точно есть я проверила вот имейте ввиду опять же у них такой же эффект схожий как с предыдущим там идет красивый перламутровый налет и такой вот очень красивый сейчас мы т-класс нанесем вот в этой зоне где я хочу приклеить насекомое очень красивый бензиновый отлив который после нанесения объема еще больше подчеркивается смотрите какой красивый перелив поэтому это не просто насекомое это реально готовое украшение которое вы джемте клер дорабатываете стразики и у вас просто роскошь роскошную так как он выглядит смотрите здесь правда уже зеленых бабочек израсходовала вот видите вот здесь есть жуки но нам по цвету например белое зеленым не подходит бабочки буду для другого использовать вот здесь я стала использовать только зеленого цвета это нас зеленый клетка очень классно сочетается и можно вот так вот просто тупо по центру поставить прикольное сочетание и очень долго сидела думаю здесь очень нарядно но чтобы было не прям брендовый коричневый серый белый черный и покрываем матовым тупо и теперь нам нужно вернуть блеск и красоту нашему жукам для этого берете любой топ без липкости ну в данном случае у меня под рукой теклас выкладываете его на палитру и мы снова берем роскошный продукт джеймс и клер без остаточной липкости выкладываете на палитру и закрываем и сначала возьмите топ топом пройдитесь верните блеск в том числе особенно лапкам контуру золотому сразу брать густой гель будет . некомфортно замучаетесь и долго муторно поэтому сделайте все это сначала топом без липкости просушить и потом добавьте уже объем в данном случае мы просто на крылышки добавляем объем так здесь у нас жук с такой с попкой просто ну чтоб работа была более такая ювелирная аккуратно я просушу отдельно сначала попку вот потом дополнительно еще сделаю спинку и глазки ему сделаю все-таки отдельно еще раз напомню стразы сажаем либо на скульпт медиум либо на скульпт макси это как две ходовые базы вообще для укрепления но также точь ходовые базы для тех кто любит стразами работать так вот я жукам люблю самый маленький размер страз троечку делать глазки это он такой смешной получается все слушаем чтобы все достаточно липкость и вариант дизайна готов давайте я вам для фотографий еще раз положу идет белая бы сюда было лишнее поэтому я взяла всех зеленых и жуков и бабочек надеюсь что сфотографировали сфотографировали у нас кстати фотографии смм менеджеры потом выкладывают в телеграм-канал вот давайте я вам здесь потом в комментариях прикреплю телеграм-канал где всегда и анонсы идут всех эфиров да и туда всегда фотографии с эфира выкладываются типсов здесь просто нет возможности много всего выкладывать обычно только сам эфир вот поэтому давайте сейчас смм менеджера попрошу она выложит сюда ссылку на канал в телеграм-канал так и давайте последний вариант уже такой не брендовый а такой базовый романтичный и опять же не хочется с этими насекомыми смотрите как может круто быть тоже я беру этот шермикончик вот тоже долго думала что значит думают вот я хочу бабочками работать думаю вот эти видите тут есть беленькие розовые бабочки вот и пришла идея сильно яркий активный фон не делать поэтому мы сейчас будем использовать просто милк топ у кого-то это будет молочная база которая изначально будут сделаны ногти до замоделирование вот я буду работать милк топом и первый слой я решила к этим бабочкам сделать из стемпинга из стемпинга так 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 секундочку пластина летние есть как раз есть подходящие листики нам для дальнего плана и смотрите какие интересно сейчас будут свет наносить вот датчик бабочкам я решила взять в эти слайдеры они видите такой темный зеленый классический приглушенный и для тех кто хочет сделать дизайн на лето чтобы это было не ярко вот идеальный слайдер он называется он объемный это nail crust 5d 37 летняя эстетика вот мне правда видите я иногда часто им работаю вот или решила и сегодня его именно добавить в композицию к этим бабочкам вот к этому темному стемпингу так как буду делать смотрите берете зеленый наносите вот сюда в центр а вокруг вот так черных потом несколько заходов снимаете чтоб перемешалось тщательно все и отпечатываем ну чтоб не весь ноготь можно вот так вот почистить излишки и и отпечатываем чтобы не на весь ноготь было все сделали он видит такой зеленый перемешался с черным получился такой грязный зеленый хорошо и он нам будет как раз идеально подходить вот к этим слайдером и дальше берете либо молочную базу ну я вот тут новая любовь если я делают стемпинг мне нужно приглушить то у меня куча топов теперь есть цветных уэми это пинг стайл это тендер стайл новый сиреневый топ прикиньте мус стайл принцесс стайл ну кто был в прошлый раз во вторник пропустил эфир обязательно посмотрите очень крутой эфир получился с цветными топами сколько можно классных штук с ними делать так и наносим либо в один тонкий слой либо в два тонких либо вот так вот с легким выравниванием и моделированием несмотря на то что топ он ну для топа прям классной консистенции и вязкости сушим и прежде чем делать слайдеры так как топ все-таки безлипкость я сначала приклеиваю шармикончик а уже приступлю потом к слайдерам вот кстати на вот эти тупы цветные безлипкости тоже классно приклеиваются шармикончики имейте ввиду и как раз из этого шармикончика мы с вами возьмем только маленьких бабочек сейчас у нас все высыхает с вами пока сохнет давайте возьмем вырежем кустики которые нам нужны будет давайте так вот с цветочками с белыми и к этим цветочкам например вот этот листик добавим водичка так что-то и сама менеджер не спешит нам ссылку давать на телеграм-канал во-первых романов всех новинок идет в телеграм-канале там хорошем качестве все ролики наши новинок фото наших новинок и фото и видео наших типсов с эфиров вот так но как раз уже скинули ссылку подписывайтесь на этот телеграм-канал и как раз будете анонс каких-то мероприятий тех же эфиров знать где когда будет проходить и теперь чтобы перейти к слайдерам которые на водной основе нам нужна основа липкости мы и сделаем при помощи топ слайдера мы делаем при помощи топ слайдера суши тут осталось прям чуть-чуть смотрите какая милота кто кстати заходит периодически в телеграм-канал эми и смотрит информацию по новинкам что-то читает пишите кто пользуется этим каналом если что-то нужно поменять в этом канале пишите ваши предложения чего не хватает но он больше такой для анонсов предназначен смотрим теперь на фоне приглушенных веточек на заднем плане у нас уже пойдет такой более яркий оттенок слайдера ультрабонт вк любите смотреть новинки распаковки не не я же знаете за что спрашивала за сам телеграм-канал вот кто на телеграм-канал подписан если не подписаны во первых подписывайтесь потому что там вы можете брать для рекламы себе на страничку каких-то вариантов дизайнов каких-то оттенков там есть фотографии ложечек руки дизайны готовы да куда самому некогда делать так вы клиенту выложили сказали новинки на руках потому что мы же много делаем фотографии на руках оттенков так здесь самое главное не переборщить слишком тонко не положить матовый топ в конце что я делаю берете какую-нибудь мягкую кисточку для моделирования и легкими движениями лишнее убираем с наклеек объемных я эти наклейки все вот где приставка в 5d стоит и nail crust я в основном стараюсь их делать с матовым топом потому что когда еще после матового нанесения видите снять чуть-чуть слой они реально будут как лепка смотреться вот я очень любит это еще сочетание смотрите элементы объемные матовые до бабочки объемные глянцевые вот это вот игра фактур это очень интересно все и нам что осталось бабочки вернуть глянцевый сти поэтому сначала топ без липкости без липкости все и джемте клер объем так наталья пишет что каждый день смотрит телеграм-канал все у нас получились перламутровые красивые бабочки и давайте смотреть какая композиция в итоге смотрите как здорово понятно часть ногтей чтобы чуть-чуть сделать их более спокойными их можно оставить просто плюс стемпинг с молочкой без декорации без ничего поэтому заходите обязательно телеграм-канал после эфира ну ближе к вечеру и смотрите там будет выложено видео и фототипс так катя джемте нельзя класть просто на матовый топ можно смотрите для чего здесь я это сделала это сделано для того что там же усики ножки они очень тонкие густым гелем не удобно просто делать поэтому я сначала беру жидкую консистенцию это что топ вот топом все прохожусь чтобы все начало блестеть от джемте клер только вот конкретные места где мне нужно объем сделать понятно для чего так быстрее делать то что если сидеть вот этим густящим гелем все проходить это геморрой будет вы просто замучаетесь всем большое спасибо сейчас чуть попозже появится описание у эфира со всеми материалами и ссылками с которыми я сегодня с материалами работала всем большое спасибо за внимание жду вас во вторник и во вторник мы как раз будем на руках живой модели наносить новые оттенки гамма бейс как раз посмотрите консистенцию вязкость плотность это тоже новая формула а вот мы уже делали обзор по этим гамма бейс 4 оттенка но сейчас правда продажи только два вот а эти оттенки уже 6 штук тоже все в продажи но мы еще ими не работали поэтому в следующий вторник ставьте напоминание себе сейчас прям календарь заходите во сколько у нас в 14 00 жду вас здесь бэка всем пока пока